Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. С 1910 года по всей России ежегодно проводится День Белой Ромашки. По сути, это сбор средств, предназначенных больницам и приютам для больных туберкулезом. В апреле 1911 года Петербургский оргкомитет акции заказал в Швеции 400 тысяч искусственных белых цветов. Деньги с их продажи, а также добровольные пожертвования и пошли на лечение пациентов. О том, как специалисты справляются с неприятным заболеванием в наши дни, расскажут гости студии, врач-фтезиатор Мария Жарикова и врач-рентгенолог Илья Панин. За последние 10 лет наш коллектив пополнился всего тремя молодыми специалистами. И хотелось бы видеть свежие молодые кадры, кроме нас, Марии Владиславы, которая работает тоже у нас в рентгенотделении. Которые не боятся? Которые не боятся, конечно, туберкулеза. И готовы помогать людям. Люди, которые воспитываются в семье врачей, есть какая-то разница, потому что мы о заболеваниях ничего не знаем, и, может быть, слава богу. А здесь немножечко, наверное, страшно, наверное, интересно. У нас всегда папа, мама, дедушка что-то рассказывали, всегда было интересно. Это даёт возможность развития, потому что, несмотря на то, что говорят, что это какая-то такая вымирающая специальность, нет, на самом деле это не так. Были какие-то опасения чисто человеческие у вас, как у девушки? Я не боюсь не заразиться, как у меня очень многие отговаривали, что там, ой, там страшно. Нет, не боюсь, потому что, честно, соприкасывался с этим с детства. Какие наставники рядом с вами, кто даёт основные советы и как вообще проходит рабочий день? Нередко бывает так, что ты заканчиваешь интернатуру, приходишь работать, тебя выбрасывают и барахтать как хочешь. У нас на самом деле всё не так. Если что-то непонятно, всегда можно подойти, всегда подскажут, всегда расскажут. Естественно, после того, как мы закончили интернатуру, ну, много всё-таки ещё не знал, потому что теория и практика – это разные вещи всё-таки немножечко. А самый первый рабочий день могли бы вспомнить? Легко. В первый день я пришла, мне сказали, вот твои четыре палаты, вот твои пациенты, всё, давай на обход, будут вопросы, там, задавай, спрашивай. Естественно, заведшее отделение со мной сходило, меня представили. Действительно, вначале заходить в палату страшно? Они смотрят на меня всё-таки маленького роста, маленькая, молоденькая. Они, наоборот, ко мне относятся так доброжелательные и уважительные. Самое главное, что уважительные. Расскажите немножечко о своей работе. Чем вы занимаетесь? В 2015 году наш диспансер получил по федеральной программе новый рентген-компьютерный томограф, вот, и мы теперь можем заниматься диагностикой туберкулеза лёгочного, нелёгочного на совершенно новом уровне, то есть не просто проводить рентгенографию, да, линейную томографию, вот, но и непосредственно видеть, что у пациента происходит внутри. Я считаю, что у нас диагностика туберкулеза, да, нет туберкулеза, любых заболеваний лёгких, она проводится, в принципе, на сравнимом уровне с тем, что пациент может получить, поехав в столицу. Что нужно делать, чтобы не заболеть? Или максимально как-то всё-таки эти шансы уменьшить? Ну, в первую очередь, это, конечно, шкодно проходить профилактические осмотры. Собственно, почему ещё, вот, Илья сказал, что достаточно молодые люди, самый возраст работать, работают круглые сутки, естественно, здоровья времени уже просто не остаётся, отсюда и впоследствии. Конечно, ввести, ну, желательно здоровый образ жизни, как можно меньше курить, потому что всё это способствует тому, чтобы заболеть туберкулезом, так же, как и диеты. Диеты и туберкулез – это две такие вещи, которые стоят достаточно близко. Мы тесно сотрудничаем с нашим детским отделением, вот, и раньше те дети, которые могли получить диагностику только лишь в Москве, допустим, или в областной клинической больнице, могут без очередей, без какой-то предварительной записи, да, прийти к нам и всё то же самое сделать у нас, не уходя. Мария, это правда, что ваши пациенты до последнего уверены, что они здоровы? В чём здесь особенность? Расскажите. Да, к сожалению, это одна из самых, наверное, серьёзных проблем, с которой я сталкиваюсь в своей работе. Пациенты, туберкулез вообще такое заболевание, которое малосимптомно, можно так сказать. Ну, да, там какая-то слабость, ну, слабость у всех сейчас бывает. Чуть-чуть покашляли, да, вроде погода. Да, покашляли, вроде бы и не покашляли. Ну, температура где-то поднялась, у кого-то и не поднялась. И, естественно, когда люди приходят, обследуются, им говорят, что да, у вас туберкулёз, они не воспринимают это. Они считают, что здесь ошибка, что я никогда не могу ни заболеть, ни заразиться. И, конечно, это серьёзная проблема, потому что если первый месяц ещё как-то мы можем больных удерживать в отделении, то потом они банально устают, потому что все же привыкли, ну, там, 2-3 недели полежат в больнице. У нас лечение минимум 4 месяца в стационаре, а потом амбулаторный этап. Естественно, это полгода, иногда год, иногда и 2 года. И больные, они не хотят тратить своё время. Но это приносит результат, давайте сразу говорить, да? Конечно, это приносит результат. Вот вопрос анонимности в данном случае, он актуален, потому что не хочется говорить на работе, не хочется говорить дома. И, кстати, нужно ли говорить, например, в большом офисе, если мы знаем, что нас будут косо смотреть, если честно? Тут вопрос, он достаточно скользкий. Конечно, закон о врачебном тайме его никто не отменял. Но, с другой стороны, человек, болеющий туберкулёзом, он опасен. Он опасен для семьи, он опасен для окружающих. То есть все люди, которые с ним более или менее долгое время находятся в одном помещении, они могут заразиться. В среднем, ведь один больной туберкулёзом за год может заразить от 10 до 20 человек. Это очень много. И здесь, конечно, мы вынуждены сообщать и по месту жительства больного, и по месту работы, потому что всех, кто были с ним в контакте, кто является контактным по туберкулёзу, они обязаны обследоваться. Зачастую те, кто с ним в тесном контакте долгое время, чаще всего это семья, им вынуждены проходить химиопрофилактику, чтобы у них не было развития туберкулёза и не было бы случаев семейного туберкулёза. Насколько это заболевание опасно именно в наши дни, когда есть уже технологии, когда есть специалисты, есть желание помочь себе самому и не заразить окружающих? Из инфекционных заболеваний. Это самая первая причина по смерти. То есть больше, чем от туберкулёза, умирает только от сердечно-сосудистых заболеваний. А ещё есть такой психологический момент. Лягу в отделении обязательно что-нибудь ещё под хвачу. Понимаете, это тоже проблема. Да, конечно. Это проблема серьёзная. И здесь тоже нужно объяснять и объяснять постоянно, повторять, что если больной выходит из палаты, он обязательно должен одевать маску. Если к нему приходят родные, хотя мы не очень приветствуем, чтобы они ходили по отделению, всё-таки заразные больные, сами понимаете, риск-то увеличивается заразиться. Тоже мы просим, чтобы они одевали маски. Туберкулёзу всё равно кого заражать. Будь то это человек без определённого места жительства, будь то это директор какой-то фирмы. И очень грустно, когда это дети. Илья, вот с ними как обстоит статистика? Меняются ли цифры? Болезнь постепенно уходит. И дети болеют гораздо реже, чем взрослые люди. Болеют малыми формами туберкулёза. Статистика показывает, что дети, которые болеют даже несмотря на вакцинацию, они болеют малыми формами туберкулёза. И выздоровление происходит гораздо быстрее. А есть в нашем городе беременные мамочки с таким заболеванием? Каждый год у нас бывает по несколько мамочек, которые беременны и должны скоро родить, но у них туберкулёз. В таких случаях мы поступаем так. Мы их родоразрешаем, то есть в условиях перинатального, например, центра. И, естественно, тут же ребёнка от матери мы отлучаем не меньше, чем на два месяца. Ребёнка прививаем в БЦЖ, ставим, и пока не сформируется посттуберкулёзный иммунитет, естественно, никакого контакта между матерью и ребёнком быть просто не может. Я бы хотела, чтобы вы оба дали какой-то короткий совет нашим телезрителям, может быть, по мерам профилактики. Может быть, если у них появились какие-то симптомы неприятные, и пока непонятно, к какому заболеванию их приписывать? Если вдруг появились какие-то симптомы вроде слабости, либо подъём температуры, либо человек кашляю-кашляю лечился от бронхита, но понимать, что всё, у него не проходят симптомы, конечно, не надо заниматься ни самолечением, ни надеяться на вот, что ой, там всё пройдёт через месяц-другой, нужно обязательно сходить к участковому терапевту, в любом случае пройти рентгенологическое обследование лёгких и сдать мокроту. И уже по результатам этого, если вдруг всё-таки есть какие-то туберкулёзные изменения, тогда уже прийти на консультацию к тезиатру, в наш противотуберкулёзный диспансер. Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, пропустили наши советы, заходите на наш сайт город62.тв. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова